Здравствуйте друзья, приветствую вас на канале Блок Дальневосточника. Многие из вас слышали про такие игры как Call of Duty, World of Warcraft, Starcraft и Diablo. Они были созданы компанией Blizzard. Там работают около 10 тысяч человек, в её игры играют более сотни миллионов человек по всему миру. Да я вам больше скажу, многие из нас росли на этих играх. Что касается меня, так я рос на истории Warcraft 3, это история Артаса, Джайны, это история Трава, это история Риксара. Кстати, Риксар и компания Риксар в Warcraft 3, пожалуй, моя любимая из всего Warcraft. Ну ладно, ну ладно, но сегодня у нас повод не такой уж и приятный. К сожалению, то ли из-за развитых западных ценностей культуры отмены, то ли из-за беспределов компании Activision Blizzard, компания увольняет 37 человек после рассмотрения жалоб на намогательство и ненадлежащее поведение на работе. Об этом сообщает такая авторитетная газета, как Wall Street Journal со ссылкой на источники, а в пресс-службе компании Blizzard подтвердили эти сведения. Еще 44 сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности, в том числе некоторые получили письменные выговоры и официальные предупреждения. С июля, когда к компании подали иск из-за возможных сексуальных домогательств и нарушения равной оплаты труда, Activision Blizzard получила от сотрудников около 700 сообщений о неподавающем поведении и других проблемах, причем в ряде случаев речь шла об одном и том же инциденте. Пресс-секретарь Activision Хелен Кваски оспорила данные о 700 сообщениях. Она заявила, что жалобы включали все заявления в соцсетях, а поднятые вопросы варьировались от безобидных проблем до небольшого числа потенциально серьезных обвинений, которые компания расследовала. Уже в сентябре 2021 года Activision Blizzard согласилась урегулировать портской миссии США по равноправию в сфере занятости, которая подала компании иск о харассменте и дискриминации сотрудниц. Издатель видеоигр, то есть компания Blizzard, решила выплатить пострадавшим 18 миллионов долларов. В ноябре Wall Street Journal сообщила, что глава Activision Blizzard Бобби Котик долгие годы знал о домогательствах компании и покрывал виновных. Помощница Котика утверждала, что в шестом году он угрожал ей. После этого каждый пятый из 10 тысяч сотрудников Activision Blizzard, то есть 2000, подписали петицию с требованием отставки Котика, а сам глава компании допустил, что может уйти с своего. Власти Калифорнии заявили о дискриминации и домогательствах компании Blizzard. Сотрудники игроки ответили бойкотом. На фоне скандала почти остановилась работа над игрой World of Warcraft. Департамент по защите трудовых и жилищных прав штата Калифорния подал иск. Иск стал результатом двухлетнего расследования. В нем говорится, что Activision Blizzard, в нем говорится, что в компании царила корпоративная культура студенческого братства. Касается студенческих братств, так я вспоминаю, огромное количество фильмов, где пьяные тусовки, пьяные оргии какие-то. Также в иске сказано, что сотрудницы компании меньше зарабатывали и реже получали повышение, чем их коллеги-мужчины, а также подвергались домогательствам со стороны мужчин. Мужчины отпускали шутки по поводу изнасилования, вот тут обсуждали внешний вид женщин и перепоручали им свою работу, предпочитая в рабочее время играть в видеоигры. Очень странно, вот казалось бы, заводная культура такая вся равноправная, но при этом у нас на работе, где я работаю ни в одном месте, нигде не было такого. Никаких шуток по поводу изнасилований, никаких перепоручений работы, каждый занимается своим делом, и очень сложно кого-то заставить заниматься чужим. Смотрим дальше. Ладно, смотрим дальше. Разумеется, руководство Activision Blizzard заявило, что изложенные в иске истории были давно неправдой и вырваны из контекста. И многих сотрудников Activision Blizzard возмутил такой ответ, а игроки World of Warcraft устроили забастовку внутри игры. Бывшие сотрудники и сотрудницы Blizzard стали делиться своими историями домогательств в соцсетях. Их поддержали огромное количество людей, которые работают в компании, в том числе и бывший композитор Diablo 3 и World of Warcraft, Рассел Брауэр и главный дизайнер Warcraft Джереми Физел. Персонал Activision Blizzard написал открытое письмо руководству компании, в котором осудил высказывания топ-менеджмента и призвал признать ущерб, который был нанесен жертвой дискриминации и домогательств. Также затем несколько онлайн-изданий и ютуб-каналов про видеоигр отказались рассказывать об играх в Activision Blizzard. Акцию протеста организовали даже пользователи Warcraft. Некоторые из них отказались от подписки на игру, а другие устроили сидячую забастовку внутри игры. Что касается меня, так я тоже, знаете, игрок World of Warcraft. Я играл на официальном сервере и в Личкин, и в Пандарию, и в Дренор, и в Легион, и в Битву за Азерот. А что касается Темных Земель или дополнения Shadowlands, так я его даже не покупал, потому что оно показалось каким-то невнятным. Никаких новых интересных механик там, по моему мнению, не вводится. Например, корабли. Например, дома. Поэтому для меня уже это не стало интересным, и я сейчас в это почти не играю. Разумеется, на фоне скандала становилась работа над World of Warcraft, рассказал старший системный дизайнер игры Джефф Гамильтон. Он осудил реакцию топ-менеджмента компании и заявил, что испытывает отвращение из-за травмы, нанесенной его друзьям и коллегам. Я не знаю, что делать. У меня нет ответов. Могу сказать, что работа над Warcraft почти не ведется из-за этой непристойности. И это никому не выгодно. Ни игрокам, ни разработчикам, ни акционерам. Ну что я могу сказать. Многие из нас выросли в нулевые годы, и они росли на историях из Warcraft, на каких-то сценариях из GTA San Andreas, из GTA Vice City, росли на Властелине Колец. Дело в том, что изначально многие проекты делают фанатики и гики. Например, Warcraft. Например, какие-то книги, которые пишутся по фэнтези. Например, другие проекты, вроде ВКонтакте и Фейсбука. Эти проекты сделали фанатики, которые жили своим делом. А затем туда пришли дяди, директора. Туда пришли менеджеры среднего звена. Туда пришли акционеры. Туда пришли охранники. Туда пришли вахтеры. Туда пришли защитники трудовых прав. Туда пришли юристы. И, пожалуй, именно это и сгубило. В принципе, друзья, желаю вам всем заниматься творческим развитием. Судя по всему, уж лучше сейчас не тратить огромное количество времени на какую-то игру, не делать ставку на что-то одно, а может быть даже писать свою книгу фэнтези, что гораздо сильнее вас мотивирует на создание вашего идеального игрового мира. Вот такие мои мысли. Спасибо за внимание. С вами был блог Дальневосточника. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok